Возвращаемся в студию. Таким мы увидели этот фильм. Второй Омам без мифов, очень тяжелый. Давайте пообщаемся, поговорим, что вы хотите после просмотра сказать городу. Кто начнет? Год назад мы стояли на площади, уже тогда, когда пожар тушили, и многое видели, еще слышали выстрелы с крыши. Так получилось, что мы с женой были, и в первом очаге там наша квартира. И вот сейчас я как бы опять погрузился в ужасную атмосферу этого дня. Я хочу сказать две вещи. Первое, я хочу, чтобы те, кто отвечает за охрану безопасности в нашем городе и за охрану права, правоохранительные органы, никогда больше не позволили себе такого поведения, такой беспомощности. Вот этот диалог, не диалог, звонки пожарным, да, это то, что мы уже слышали все. И мне кажется, что это наиболее жуткое, да, люди испугались, они испугались, одну машину у них захватили. Да как же, может быть, и другим машинам что-то угрожает. Это, кстати, не прозвучало в этом фильме. И другой разговор. Мы не должны допускать открытого противостояния месяцами двух враждебных массовых групп, считая, что ничего из этого плохого не будет. Есть такой опыт в школе, да, на уроке физики электрофорная машина, когда она шуршит, и два электрода накапливают статику, и молния неизбежно проскакивает, да. У нас это длилось много месяцев, и как-то мы думали, что все обойдется, не обошлось. Давайте продолжаем обсуждение. Во-первых, я хотел бы сказать спасибо большое авторам фильма. Помимо присутствующей документальной точности, претензии у меня есть, но они настолько незначительные, что не хочу даже вспоминать. Но отличная операторская работа, отличная операторская работа. Оператор очень умело акцентировал внимание на важных вещах. И сама подача материалов, когда об одном и том же событии рассказывает человек с одной стороны, с другой стороны и эксперт. Пока это доверие очень сильно к тому, что рассказывается, очень сильно повышает. Что касается выводов, ну, наверное, нашему городу, лидерам мнений в нашем городе, не хватает Иоанна Павла II, лидера христианского мира, который пошел навстречу своим оппонентам, которые тысячелетиями были в конфликте. К евреям, к мусульманам, протянул руку. И благодаря ему сегодня, сейчас, да, христиане остались христианами. Да, евреи остались евреями. Да, мусульмане остались мусульманами, но они могут жить мирно в одной стране, оставаясь при этом верными своими идеалами. Давайте попробуем в Одессе. Во-первых, научиться жить вместе людям с разными убеждениями. Возможно, религиозный опыт современный тому поможет нам. А во-вторых, давайте все-таки воспитаем или найдем у себя в городе Иоанна Павла II и других мудрых лидеров, которые все-таки смогут стать первыми на этом пути. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, я сейчас в Одессу, я здесь родился, и это мой родной, любимый город. Я приезжаю сейчас только в командировку, по работе, по гастролям. И приезжая, я вот по этой дороге здоровья езжу на велосипеде. И вот уже год я все время натыкаюсь на обновляемые регулярно трафареты. Не забудем 2 мая, не забудем 2 мая. Вот очень важный следующий вопрос. Не забудем с каким смыслом, с какой перспективой. Не забудем, чтобы добивать тех, кого не добили. Не забудем, чтобы вернуть, извините, накопленные страсти и ответы на то, что мы получили. Или все-таки не забудем, какая чудовищная, вот мы еще раз это все посмотрели, фантастическая трагедия. Я совершенно с вами согласен. Такой центр этого фильма, смысловой, драматургический, вот в этом диалоге. Пришлите машину, да, вон, а вот зараз, не знаю там где, в другом месте. И вот это главная катастрофа, потому что понятно, что когда в воздухе Майдан и антимайдан, когда в воздухе идет поиск врага, когда в воздухе обязательно нужно кого-то найти виновного в милиции, не в милиции, в руководстве области города. Вот надо найти, надо с ним расправиться. То не может не быть того, о чем вы говорите. Поэтому мне кажется, что сегодня прошел год, всего лишь год. Трагедия фантастическая и дело сегодня тех, кто сидит здесь и кто здесь не сидит. Я счастлив, что сегодня, вот в течение дня, к счастью, сегодня все равно город, все равно играет духовой оркестр на Соборной площади. Такой жуткий праздник, трагический праздник вот сегодня в городе происходит по настроению, по состоянию. И дай бог, чтобы вот эта, не знаю, нация, чтобы вот это место, великое мировое место Одессы, чтобы оно оставалось вот таким общечеловеческим. Вот этот город, который всегда был все-таки вне нации, вне религии, вне политики. Извините, что я так говорю. Я понимаю, что в ней невозможно быть, но тем не менее, невозможно, но тем не менее, вот здесь это можно больше, чем где-либо в другом месте. И когда с той стороны, вот с моей сегодняшней родины, разжигаются мамонтовыми и прочими мерзавцами, скажу это открытым текстом, я говорю это там все время, разжигается ненависть к чему-то и создается легенда по поводу 2 мая в Одессе, то давайте мы вот с этой стороны хорошо бы, я вижу это, к сожалению, иногда в киевских каналах, что создается такая же антилегенда. И вот смысл этого сегодняшнего фильма, да, его содержание дает хоть, ну, объективно не может быть, но какой-то элемент документальности и желание об этом помнить, знать и не допустить этого, это главное. Спасибо за этот фильм. Ну, наверное, это именно то, что мне хотелось увидеть, потому что я помню первые недели после 2 мая встречались с очень многими людьми из обоих лагерей, и я помню то количество действительно мифов, которые было в этот момент про Куликово поле, и про количество погибших, и про жестокость, и про то, кто был и что был. А здесь, согласно Сергеям, что действительно очень важно, что звучали люди с обоих лагерей, что люди говорили о том, что они видели, и были эксперты, которые говорили то, что они знают. Это дает возможность хоть какой-то материал, я вот в этом смысле не думаю, что может быть правда какая-то общая для всех. Есть какие-то документы, есть основания, и об этом можно и нужно говорить. И вот то, что здесь было и трагедия, и человечность, она прозвучала. Вот несмотря на то, что в этом фильме, ну вот трудно смотреть, но вот это вот человеческое начало, вот то, что здесь есть у нас, у людей, у одесситов, в разных группах находящихся, есть возможность это все-таки пережить, потому что и били, и помогали друг друга. Значит, есть возможность и необходимость, согласно Сергеям, не знаю, у нас много Иоаннов, Павлов, вторых, у нас много людей в Одессе, которые, ну, может, не консолидированы еще, но которые готовы идти навстречу и разговаривать. Нужна просто помощь, может быть, этот фильм этому поможет. Очень хотелось бы. Ваше мнение, пожалуйста. Ну, как раз я бы хотела услышать мнение людей, которые посмотрели фильм, потому что, ну, в общем-то, у меня нет, у меня есть мнение об этом фильме, но мне сложно в данном случае его высказывать, потому что мы его делали, и как раз вот вы первые люди, которые его увидели, поэтому это очень важно. Для меня самый главный вопрос, самый главный вопрос, который остается после этого фильма, это как сделать так, чтобы это не повторилось. Вот для меня вот это самый главный вопрос. Потому что понять, что там происходило, я еще раз повторюсь, вот то, о чем мы говорили вначале, мы совершенно сознательно не затрагивали вопросы, кто был, имел отношение к организации различных сценариев, потому что это уже пошли бы версии, они бездоказательные, они могут наслаиваться разные сценарии друг на друга. Меня интересовали в этом фильме люди, поведение людей, вот их мотивация. Тысячи людей, которые на протяжении десяти часов, у каждого своя история, у каждого свое поведение. Естественно, ну, вы представляете, да, если каждый человек начнет поминутно рассказывать свою историю, это невозможно просто объять. Но поведение вот это разное людей, что рядом, рядом были люди, которые били, и в них просыпалась самая бесчеловечная, да, в этом хаосе. И тут же на одном квадратном метре люди, которые лезут под пули, чтобы спасти. Это люди из одного и того же лагеря. Понимаете, вот для меня очень важно, мы 2 мая разделила, ну, перед этим то, что было, вот на черно-белое. Вот у нас для одной стороны одни хорошие, другие плохие однозначно, для другой стороны вот наоборот. А нет этой однозначности. Вот этот фильм для меня, вот разговор с этими свидетелями дал понимание того, что, ну, вот нет этой черно-белой картинки, нет ее сегодня. То, как это пытаются вот в России представить этим фильмом, понимаете, вот одни хорошие, другие плохие. Мы такие же настроения, такие же, видимо, радикально. Это меня подбирает, я просто... Нет, 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 я просто... Не головой, но я, вы знаете, извините, я когда там, я говорю о том, что там происходит, но здесь я тоже включаю телевизор, вижу, к сожалению... Вот, вот, понимаете, да. Простите, один мой знакомый москвич, московский писатель, наш с Борисом общий хороший знакомый, сказал, врут обе стороны. Но наши гонят, он москвич, а ваши перевирают. Так что уравнивать не надо. Это оттенки того, чего... Это существенная разница. Я хочу выпасть из такой общеперемирительной тенденции. А 2 мая в Одессе – это день победы над попыткой российской агрессии, над попыткой установить здесь Луганск, Донецк и прочий ужас, который для Одессы был бы еще губительнее. Мне жаль погибших. Мне особенно жаль невинно погибших. Там были и абсолютно люди, павшие туда, попавшие. Там были и сознательные враги, главные сознательные враги сбежали. Мне тоже очень жаль, что главные люди, на чьих руках кровь, оттуда ускользнули. Лучше бы они сгорели там. Но я понимаю, что, как это не цинично звучит, эти 50 погибших заставили Одессу ужаснуться. И что бы они по этому поводу ни думали, с какой бы стороны ни были эти погибшие, со стороны проукраинской, или пророссийской, или одурманенной, или проплаченной, неважно. Кто-то, я знаю, за тысячи гривен пошел, за сто гривен, не знаю, суммы там разнятся. Я не хочу, чтобы мы сейчас рассказывали сказки прекрасные о том, что одни спасали, другие добивали. Я беседовал с одним моим очень близким знакомым, который руку поломал, спасая друг даже. Вот на этой баррикаде лестницы из лесов. Они вытащили людей, и ему какая-то штанга упала и перебила руку. Он несколько месяцев проходил гипс, пальцы. Так он рассказал, как при нем добили человека те же, кто спасал. Вот они спасли первого человека. И он сказал, ах вы же там сволочи, ах вы фашисты, мы вас еще поубиваем, и всех вас детей, и ваших детей, и родителей, и мы всех вас зароем, и его добили. Одни и те же люди и добивали, и спасали. Не надо... Иоанна Павла II в Одессе нет, и не предвидится. Нам надо обрадоваться тому, что мы ужаснулись. Вот. И делать выводы. Все. Паня Иванова. Я хотела бы тоже сказать, что фильм производит очень сильное впечатление. И кроме такой вот эмоциональной силы, с профессиональной точки зрения коммуникативной, он очень сбалансирован, и это очень важно в этих условиях. Потому что нужны факты тем, кто пытается составить представление о том, что произошло. И мне кажется, в этом фильме удачно позиция не только сбалансирована, но и демонстрируется попытка понять каждую из сторон. Это общее поле, где разные люди с разными настроениями, с разными представлениями о том, что было, они пытаются высказаться. Вот высказаться очень важно. Уже здесь говорилось о том, что... Нам казалось, что если конфликт будет где-то в глубине, если мы его будем замалчивать или не замечать, то он как-нибудь рассосется. Он действительно не рассосется. И эти события показали, что долгая накапливаемая агрессия, долго формируемый страх в результате, когда человек в какой-то момент ощущает, что он теряет то, что он имел, что он ощущает несправедливость, тогда он готов на очень многое. И я абсолютно согласна с тем, что нам необходимо обрадоваться страху, который мы ощущаем. В том смысле, что вот этот страх, он должен остановить любые попытки выяснения отношений на уровне использования оружия и вообще какого бы то ни было силового столкновения. Необходимо отойти от этой линии противостояния и перевести ситуацию в сферу коммуникации. Обязательно. Иначе этот урок не будет пройден, а значит, что-то может быть другое, но тоже страшно. И еще. Мне кажется, что мы не должны пытаться найти какую-то одну правду, какой-то один ответ на то, что произошло. Потому что ситуация многомерная. И с одной линейкой, с одной какой-то шкалой к ней подойти нельзя. Но это не означает, что необходимо забыть о том, что кто-то должен быть наказан, кто действительно виновен. Необходимо понять, как мне кажется, что в этом есть какая-то тайна, какой-то высокий смысл. А эту тайну можно только понять. И понять должен каждый. Каждый должен понять, что, наверное, вина каждого есть в том, что произошло. Кто-то вовремя не сдержался, кто-то вовремя не сказал то, что нужно было сказать, кто-то вовремя не остановил. То есть все в равной степени несут на себе вот это событие и будут нести его дальше. Оксана Булутова. Я искренне благодарю создателей фильма. Нет, исследователей ситуации, создателей фильма. Вы знаете, просто пару вещей на меня произвели очень большое впечатление. Хотя бы потому, что они прямо объясняют, что произошло. Я имею в виду красные скотчи. То есть на самом деле объяснение вот такой конспирологической теории. Я все время думала, оно должно быть очень простое. Оно должно быть дурное, простое. Вот оно и есть. Был скотч, примотали штуками, да. После этого куча людей ломала головы. Но, скорее всего, наверное, так оно и было. Да, да, да. И с тягой тоже замечательно. Я смотрела сегодня, да, смотрела исследования химиков и людей, которые воссоздавали картину пожара. Я выросла на Слободке в частном доме. У меня была печка. Я прекрасно понимаю, о чем они говорят и какую роль играет тяга. И когда построили камин с хорошей тягой, как у нас лопнула труба, когда разогрелась. То есть как действительно поднимается теплый воздух и к чему может это привести. То есть это действительно... То есть если спроецировать печку и вот дом профсоюзов, действительно вот эта тяга, она действительно поднимается. То есть благодарю вас и действительно замечательные вещи. Теперь по поводу каких-то других вещей. Честно говоря, страх, который появляется в такой ситуации, по моей практике, работе с посттравматическим синдромом Афганистана, Анголы, у людей, Чечни. Это страх, который с одной стороны появляется именно потому, что люди видели мгновенные смерти, сами испытывали страх вот этой мгновенной смерти. И на самом деле думаю, что сейчас вот в Одессе, городе, где в течение какого-то промежутка времени, действительно вы правильно говорите, что городе, где позволялись любые религии, любые политические точки зрения, появились силы, которые не позволяют других точек зрения, ни одна, ни другая. И в результате город с этим не справился. Он не знает, что с этим делать. Произошло убийство, произошли страшные смерти. Очень часто на протяжении фильма свидетели повторяют, мы не думали, что это будет. Мы не думали, что так произойдет. То есть на самом деле была некая прививка. Так быть не может. Вот мы тут все походим, поговорим, разойдемся, все закончится. Так как это закончилось, так как оно закончилось, появился страх, но опять-таки повторяюсь, по опыту своей работы я знаю, что он является следствием стирания ценности человеческой жизни. Поэтому ничего полезного в нем нет. Потому что на самом деле теперь все, кто боятся, будут агрессивны вдвойне. Вот в чем проблема. Они будут агрессивны вдвойне, потому что они уже знают, что может произойти вот такая ситуация. И поэтому они будут уже заведомо по-другому реагировать. И вот это то, от чего, наверное, людям надо было бы избавиться. Просто каким образом найти шаги, которые привели бы к пониманию, осознаванию и того, чего вы хотели бы добиться страхом, чтобы это можно было получить какими-то другими путями. И еще. В свое время, 2 мая, 3 мая, я задумалась о том, а что я сделала до этого для того, чтобы такой ситуации не произошло. Мне кажется, что на сегодняшний день, до тех пор, пока мы найдем еще какое-то средство вылечить этот страх и дать людям возможность договориться мирным путем, что каждый из нас может сделать на своем собственном месте как профессионал своей области для того, чтобы это послужило объединению города, а не разъединению. Игорь Петрович, расскажите, пожалуйста, что в этой ситуации делать, по вашему мнению? Вы знаете, мне фильм действительно так напряг. Многих он заставил вспомнить. То, что было год назад, многие сейчас наверняка будут говорить, зачем вы это показываете, зачем вы теребите рану. Будут разные точки зрения. Фильм фактически показал, какие выводы сделал я из фильма. А, непонятно почему, я не знаю, кто такой Домшенков, непонятно почему, по чьей команде. Знаю, что там заявленная заранее заявка на марш футбольных болельщиков в сторону стадиона, на футбольный матч, мирный, разворачивает 100-200 человек и ведет к ним навстречу. Для чего? Или он сам это придумал, или ему кто-то сказал. Он сейчас находится под следствием. Пожалуйста, у прокуратуры, у милиции все возможности понять, кто ему и почему это сказал сделать. И кто крутил вот эту машину, о которой вы сказали, экспериментируя, будет молния или не будет молнии. Первое. Второе. Для меня четко стало понятно, я хочу, чтобы все обратили на это внимание. У мирных болельщиков, да и у людей с антимайдана, с Куликова поля не было оружия в момент столкновения. Они не собирались друг друга убивать. Кто-то решил проявиться, попиариться, сделав этот конфликт. Переросло в другую стадию, начали играть эмоции. Бог забрал разум, они увидели, что происходит. Кто-то подвез оружие, пошли первые смерти. Оружие со стороны Майдана появилось через час с лишним после первой смерти. Первого человека после выстрелов со стороны антимайдана. Я считаю, что тот, кто стрелял со стороны Майдана и убивал, тоже должен отвечать перед законом, точно так же сидеть, как тот же боссман, который начал этот огонь. Пошли на Куликово поле. Эмоции. Прячутся в Дом профсоюзов и, к сожалению, я не хочу сказать, что они должны были сгореть. Они должны понести наказание сейчас или от суда, от следствия, или Божьи наказания. Там не было тех людей, которые спровоцировали конфликт на Греческой площади, на Преображенской улице. Они не умерли там. Они или вылезли на крышу и были потом отпущены, или убежали. Они не наказаны. Я уверен, что они понесут Божье наказание, но хотелось бы, чтобы они понесли еще наказание судебное. Мы увидели, что первая бутылка полетела с крыши Дома профсоюзов на толпу, да, разгневанную толпу, которая уже увидела смерти. Дальше понеслось. Дальше мы увидели, что пожарная машина. И я не смотрел фильм «Ожог». Мне противно смотреть фильм «Ожог», потому что я понимаю, на что способен этот Мамонтов. Но я видел анонс, когда выступает Баделан, который дал команду. Вы заметили в фильме, когда диспетчер говорит, начальство дало нам распоряжение через 30 минут после первого звонка. Она обязана сразу высылать машину, а потом наказывать или штрафовать шутников, как это происходит. Она спрашивала начальству полчаса, можно ли высылать машину, спасать людей. И этот Баделан сегодня, ему дали убежать, сегодня он в Москве дает какие-то комментарии, что происходило тогда. Вот эти люди должны отвечать. Сегодня было предъявлено педозра начальнику УВД, было это везде сказано, Генеральной прокуратурой, Муцюку. А предъявлено знаете за что? А не был подписан Поглан Хвыля, он его сфальсифицировал. И сегодня следствие будет над этим разбираться. Но что я хочу сказать? Вот мы с вами сейчас обсуждаем уже следствие. А надо задуматься о причине того, что произошло. А что происходит? Вы историк, вы прекрасно помните, когда появились первые люди, когда все были равны, когда были у всех правила. Да, животные правила. Вместе убили, вместе поделили, вместе съели. Но когда над экономикой уже начинает преобладать желание кого-то возглавить процесс, появляется политика, появляются первые политические деятели. Что происходит сейчас? Люди в Доме профсоюзов, которые горели, эти с украинскими знаменами. Извините меня, пожалуйста, вы 23 года живете в свободной Украине. Вы 90% проголосовали 23 года назад на референдуме за отделение Советского Союза в отдельное независимое государство. Вы что, 23 года не жили под желтым лакитным прапором? Или вы не знали, что вы живете в стране Украина? Нет, вы все знали. Но кто-то решил сделать эксперимент. Как только падает экономика, начинаются эксперименты над тем, чтобы людей сталкивать друг с другом. Кто этот экспериментатор, на какие рецепторы он жмет и для чего? Мы должны это узнать. Вот это самое основное. Трагедия, что мы увидели, это, к сожалению, уже последствия. Нам надо найти причину и не допустить больше таких последствий. Вот на этой ноте, я думаю, что стоит перейти к теме, очень важной, которая отчасти затрагивает этот фильм, о том, как мы можем сшивать город на линии этой разлома. Радикальное решение или компромисс? Вот в эти дни очень много сюда приехало журналистов в Одессу из разных стран и очень многие общаются со мной, как с координатором группы и задают вопрос, что, на ваш взгляд, необходимо для безопасности Одессы? Я считаю, что одно из первых и очень важных условий это все-таки узнать правду о событиях 2 мая. То, что показано в этом фильме, это хронология событий, это факты. Но, к сожалению, уголовное следствие сегодня таким образом проводится, что, с одной стороны, оно совершенно закрыто для граждан, за целый год не проведена ни одна пресс-конференция, ни одно интервью не дано. С другой стороны, мы видим, что этот информационный вакуум, он вот в такой, потом изращивающий в определенной форме он проявляется. Каким образом? Мы пытаемся вытребовать через суд акты судебно-медицинской экспертизы, а кто-то эти акты сливает через прессу, и они вчера или позавчера появляются с фамилиями, с именами, со всеми персональными данными погибших, появляются в широкой сети. То есть совершенно не цивилизованный подход к личной тайне, к личной жизни. Родным погибших нанесен, в общем-то, очередная травма, уже вторая, в общем-то, серьезная травма. И я считаю, что вот расследование, действительно, справедливое расследование, чтобы наказание понесли не стрелочники, не шестерки, а те, кто действительно заваривал эту кашу в Одессе, кто сегодня сидит в Крыму, в Донецке, в Москве и учит нас с телеэкрана в жизни, вот они должны в первую очередь приехать в Одессу, посмотреть в глаза родным погибших. И только после этого они получат, может быть, от нас право что-то говорить нам и в чем-то нас убеждать. И они должны предстать перед следствием и ответить за свои действия. Кроме того, я убеждена, что кроме Фучеджи, кроме Луцюка надо еще уголовное расследование проводить в отношении руководства МЧС. Потому что тоже совершенно удивительно, уголовное дело было возбуждено только в октябре прошлого года после требования общественности. Мы в том числе тоже требовали. Это совершенно было недопустимо. Почему сразу по горячим следам этого не было сделано? И очень много вещей не были сделаны. И, к сожалению, пока еще вот эта тенденция замалчивания того, что происходит, она существует. Мы просим руководства правоохранительных органов Украины, генерального прокурора, министра внутренних дел все-таки обратить на это все больше внимания. И одесситы должны рано или поздно получить ответы на эти очень тяжелые, очень важные для нас для всех вопросы. Дорогие друзья, я действительно благодарен создателям фильма и благодарен той группе, которая тут представлена частично, как я понимаю, в этом фильме. Но фильм о преступлении, а мы говорим с вами о наказании. То есть мы говорим в логике победы, в логике наказания, того, к ответу, к этому. Конечно, безусловно, то есть судя по этому фильму, уже можно пересажать пол Одессы. Одну за недобросовестное отношение к уставу пожарной службы, или как оно там называется, другого за то, что схватил камень из родной мостовой, это тоже преступление. То есть тут сплошные преступления, тут нет нормального человека, извините, пожалуйста. То есть мы можем наказать всех, но мы так делать не будем, я так догадываюсь. У нас, во-первых, не хватит на это ресурсов, а во-вторых, наверное, у нас на это есть, потому что этот год нас научил тому, о чем тут говорят, есть, нет в Одессе Павел II, есть, он был до 13-го года точно, периодически пропадая. Это Одессит, это тот главный герой, который одной рукой спасает, другой рукой убивает. То есть мы жили в мире спокойствия, вне зависимости, на протяжении, может быть, 200 лет, может быть, чуть больше. Да, периодически возникали у нас не очень красивые ситуации, как правило, это связано с импортом идеологии, какие-нибудь механические замещения, так сказать, приходят из разных мест, мы там, так сказать, становимся чуть-чуть более Одессисти, чуть-чуть менее Одессисти, начинаем меряться, кто коренной Одессит, кто не очень коренной. К сожалению, эти все меры заканчиваются, как правило, тем, чем они заканчиваются. Мы с вами современники вот этого нехорошего этапа, когда мы сейчас пытаемся, уж простите, мы уж пытаемся снова найти тех Одесситов, которые победили и тех Одесситов, которые проиграли. А ведь реально через год мы понимаем, что проиграли все мы, вне зависимости от того, какую идеологию мы вкладывали до этого периода. То есть теперь мы живем с этим камнем, не знаю, как это выразить художественно, вы лучше это можете сделать, чем я, как историк. Но я понимаю, что ответ на этот вопрос лежит не в практической плоскости. Хотя бы мне очень хотелось, как Одесситу, чтобы были наказаны, вот как вы правильно сказали, с обеих сторон люди. Там же есть конкретные составы преступлений, как я понимаю. То есть почему же мы до сих пор, в октябре, да, вы говорите, завели это все дело. То есть вопросы, на которые нет ответа. Если мы будем продолжать мерить, мне так кажется, логикой мести, логикой победы, то мира в Одессе не будет. То есть мы должны пройти через покаяние, каждый, наверное, в силу своих каких-то, своих богов, своей совести. Это первое. А второе, мы должны вернуться к тому миру, который у нас был до 2013 года. Это мир вполне спокойный, вполне достойный. Или до 2017, да, больше? Я же говорю... Нет, я говорю, что и в 1905, в 1918 январе месяце на этом же месте произошло очень трагическое событие, и далеко не однозначное даже сейчас. Но я понимаю, что были эти черные страницы в нашей истории. Но согласитесь, что они все-таки импортные, а не наши, естественные. Вот, простите, о чем вопрос был? Как мы можем сшивать город, радикальное решение или компромисс? Вот. Я не согласен с предыдущим оратором, что нельзя мыслить логики победы. Еще раз хочу повториться, что Одесса остановила страшный сценарий. Ужасной ценой остановила страшный сценарий. Как лечить? Я вот был сегодня на эфире на Канатной, 35, я путаюсь в одесских каналах. Передо мной уважаемый господин губернатор рассказывал, где ставить памятник, на Куликовом поле мемориал погибшим или не на Куликовом. Я потом сказал, что не надо сейчас никаких мемориалов. Что не надо зацикливаться на произошедшем. А мемориал надо поставить в Одессе есть нет мемориала Нобелевскому лауреату Гамову или великому художнику Кандинскому нет памятника, или там Ильфу и Петрову, или Катаеву, Багрицкому. Нет мемориала одесским футуристам или одесским авангардистам. Коллекция перемена недавно была показана. Нет мемориала великим врачам каким-то или великим поэтам. Культурой надо заниматься. Не колупать эту рану, а посмотреть на ужас всего происходящего с точки зрения какого-то нашего культурного багажа. Что-то мы говорим, там комната лонжерона в Одессе нет памятника, делебасу позорный памятник основателя нашего города. да. Давайте осознавать свою историю, свою культуру, свой культурный бэкграунд. Та трагедия, которая произошла, я считаю, что вопросы, кем она была спровоцирована, это лукавство. Все прекрасно понимаем, кем она была спровоцирована. Говорят, что даже непосредственно товарищ Гиркин сюда 2 мая приехал, и никто не придал этому значения. Не знаю, приехала или нет, но вполне может быть. Да. Более того, моя знакомая, тоже близкая подруга, 29 мая, 29 апреля, да, была в Луганске. Она 23 года прожила в Америке, потом она приехала из Луганска вообще изменившись. Она говорит, ты же понимаешь, я не могу быть патриотом страны, из которой я эмигрировал 23 года назад, но она детально рассказала, как была захвачена в Луганской власть, как была основана Луганская Народная Республика в копейку начала одесского сценария. Давайте понимать, что произошло, давайте это оставим времени. Памятник на пляс Ле Конкорд появился спустя сколько лет после того, как кончился Якобинский террор? Памятник в долине Павших в Испании появился через сколько лет после окончания Гражданской войны? Лет 40-50 должно пройти. Вот через 40-50 лет, осмыслив эти события, пусть будущее, одесситы ставят, если сочтут нужным, мемориал этой трагедии, так, как они это поймут. А мы давайте сосредоточимся на культуре. Это единственное, что способно сшить город, культура. Я просто хотел к этому добавить несколько слов, просто совершенно с вами согласен. Мне даже жаль, что я не сказал это до вас, но я просто продолжу. Конечно же, и главное, вы друг другу не противоречили, конечно же, 2 мая и весь этот год на всех каналах и украинских, и российских, и европейских все время звучала Одесса рядом со словом трагедия. А, как вы понимаете, до этого два столетия и много, да, и много десятилетий. Одесса – это город театр, Одесса – это город музыка, Одесса – это город литература, конечно же, Одесса – это город культуры. И из того, что я знаю о руководстве в Одесской области, из того, что происходит в самое последнее время, мне кажется, что вот они понимают, чем они сейчас должны заниматься, и надо вернуть городу, его всемирному роддому, который дал миру столько Одесситова, памятник, который вы говорите, а я думаю, что, конечно, трагедия 2 мая, они будут приходить и на Соборную площадь, и на Куликово поле, и будут класть цветы там где-то проходил, все мы будем приходить и будем это делать, и тем не менее, надо городу вернуть вот имя нашего великого культурного, одного из культурных мировых центров, конечно же. В принципе, в принципе, моя профессия обычная, она как раз связана с решением конфликтов, и тут нас еще двое мы этим занимаемся. Но я прекрасно понимаю, что стандарт, медиатия, круглые столы, мы не решим эти вопросы. Первое, одно из первых произведений украинско-русской литературы было «Метрополита Илариона о законе и благодати». И вот я думаю так, что там, где нет благодати, у нас есть то, а благодати тут нет никакой. Есть одна вещь, на которую мы можем опереться, это на закон. Мы можем говорить, да, нам жалко жертв с обеих сторон, но одно дело, когда идет демонстрация под флагами страны, в которой мы живем, и произносит лозунги «Слава той стране, в которой мы живем». Другое дело, когда идет большая толпа под триколером российским, при условии, что Крым уже аннексирован, и что фактически военные действия развязаны, и говорят, что они говорят? «Одесса, вставай, Россия, принимай! Одесса, русский город!» И вот это проходило у нас, и это были тысячи людей. И мы понимаем, что закон бездействовал. По этому поводу Александр Сергеевич Пушкин, что молчит закон, народ молчит, падет преступная секира. И вот преступная секира упала. Поэтому мне кажется, что верховенство закона это единственное, что сейчас может нам помочь. Не только Одесса, я скажу. Очень сложно мне говорить, да, я не художник, не человек искусства, но я для себя после общения с родными погибших сделала абсолютно однозначный вывод. Я не знаю, как сшить город, что нужно для этого делать, но я точно знаю, что не нужно для этого делать из того, что делается сейчас. Я абсолютно уверена, что если мы хотим сохранить, не сохранить, а установить мир, потому что то, что сейчас есть, на самом деле это не мир. Это так, перемирие затянувшееся, понимаете, оно бурлит, оно есть, оно никуда не делось. Так вот для того, чтобы мир этот установить, вот я точно знаю, что не нужно приезжать и морально добивать людей, которые пострадали. Не нужно ночью красить забор в жёлто-голубой цвет. Не нужно приходить на каналы, например, избивать людей и потом вести себя как победители. Значит, нам можно, а вот тем, которых мы загнали, замажая, вот им нельзя. Вот это вот верховенство закона, понимаете, потому что огромное количество людей, они себя чувствуют действительно побеждёнными, но не просто побеждёнными, а униженными. И компенсация этого, она наступит. Вопрос, когда? Если мы хотим протянуть это время, и мы говорим, что мы будем это протягивать силовыми методами, вот то, о чём вы говорите, не компромиссными, а силовыми, радикальными, то в таком случае нам нужно сказать, что, ребята, мы будем всех давить инакомыслящих, мы будем, но чтобы их задавить, нужно создать концентрационные лагеря или мы их должны уничтожить, потому что инакомыслие есть, оно никуда не делось, понимаете? Знаете, я скажу два слова. Вы опять-таки смотрите, вот у меня ощущение, что иллюзион, вот вам показывают руку здесь, а воруют совершенно другой рукой, вот вам показывают, что здесь плохо, вот смотрите, вот война, вот Майдан, вот антимайдан, вон бандеровцы, а вон русский мир, а воруют вот этой рукой. Смотрите, не очень плохой была наука политэкономия, которую мы все с вами, я думаю, учили, судя по возрасту, раньше, и там чётко говорилось, экономика базис любого общества. Люди, которые последние четыре года с 10 по 14, в 13, да, хорошо жили, вернёмся в 13, кто хорошо жил. Бюджетники на зарплату 2000 гривен, у них осталась та же самая зарплата, доллар вырос, цены выросли. Остальные люди жили, бизнесмены которых, прокуратура, милиция, или какие-то ещё представители из Киева, или из Донецка, или со Львова, или из других регионов, смотря кто при власти, грабили и не давали жить по закону. Они тут экономически убивали, а тут давали конфетку, на которую отрывали внимание. Так делают воры, грабители, шулеры. Вот сегодня мы в той же ситуации. Трагедия страшная, но это конфетка, над которую все смотрят для того, чтобы продолжалась дальше. Геополитический делёж мира, ещё какой-то делёж мира, чтобы использовать карту Украину, карту Ирана, карту Сирии, карту Венесуэлы, Кубы. Мы в большой геополитической игре. Плюс сюда включается ещё и экономика. Нам надо начать заниматься экономикой. Голодные люди всегда ищут выход или в том, чтобы читать стихи, петь песни, чтобы не чувствовать чувство голода, или драться и убивать тоже, чтобы не чувствовать чувство голода. Или верить какому-то пророку, который обещает, что что-то будет, если эти погибнут, а этих поменяют. Надо менять принцип подхода. И то, что говорили по каналам, по информационным, кто больше врёт, русские или украинские каналы, моё мнение, да, во время войны надо ограничивать подачу информации. Но невозможно путём запрета бороться за мозги. Людей надо научиться разбираться в правде. Смотри ОРТ, смотри 1 плюс 1, Интер, Русский канал, ещё какой-то. Научись понимать, где правда. Научись видеть, чтобы тебя не обманывали. Моё мнение, это всё пройдёт. Вы правильно говорите. На Плаз Конкорд построили через 40-50 лет или через 100, насколько людей ещё раз там убили по очереди после первых смертей. И всё остальное. Нам не надо ждать. Нам надо помнить эту трагедию. Нам надо сделать из неё выводы. Но самое главное, нам надо, и вы правильно сказали, создать законное общество, где работают законы экономики, порядка и правил. Эти законы запретить трогать руками каждому новому созыву Верховного Совета под каждые свои забаганки, хотелки, яхты, самолёты или ещё какие-то политические борьбы за рейтинги. Взяли законы. Не надо придумывать самим. Возьмите самое лучшее, что есть в мире. Имплементируйте путём голосования изменения в Конституцию и не трогайте. Тогда будут инвесторы, тогда увеличится благосостояние, зарплаты. Ещё раз, голодные люди всегда ищут выхода и выбрызка своей агрессии. Люди, которые обеспечены, живут хорошо в своей семье, они не ищут ещё каких-то приключений себе на спину. Я хотела бы тоже сказать в контексте и работы средств массовой информации, и экономики, и надстройки, которые являются идеологией. Ну, конечно, украинские средства массовой информации тоже кое-что искривляют, но в значительно меньшей степени, чем российские. Это сравнивать нельзя. Это, во-первых... Поэтому мы так и все время на этом будем пробежать. Можно, к сожалению. Приведу примеры конкретные. Ну что вы... Тем не менее, это всё-таки несопоставимые вещи. Это первое. Второе. Конечно, должен быть закон, естественно, и он во многом снизит градус напряжения и установит порядок. Но, с другой стороны, пока будет формироваться законное общество, которое ориентируется на законы, работает идеология всё равно пока. И в этих условиях с информационным пространством тоже необходимо работать. Далеко не всегда человек способен сам легко и быстро разобраться, в чём правда. Более того, правда сама по себе, информация, вот как в этом фильме, она, конечно, имеет принципиальное значение. Но помимо фактов есть ещё смыслы. И говорить о том, что миф, он легко разрушается новой услышанной информацией, невозможно. Миф — это некая картина мира. Его можно наполнить новой информацией, если она соответствует мифу, и невозможно информацией разрушить. Поэтому для того, чтобы помимо порядка формировать общество, в котором невозможны такие вещи, как 2 мая, необходимо, чтобы каждый человек, каждый понимал, что я тоже виноват. В том смысле, что я когда-то пропустил какое-то информационное воздействие, какое-то информационное влияние, где-то на меня тоже пропаганда подействовала. Потому что, когда формируется чётко, на протяжении многих лет формируется образ врага, когда показываются зверства этого врага, действует просто эмоция, и разум отключается. Поэтому с информационным пространством, помимо законности, тоже необходимо работать. Слушая, я подумала, я в 29-го числа я была на круглом столе психологов, психотерапевтов, психиатров города. И там вот возник очень интересный вопрос. Там появилась женщина, представитель громады. Она сказала, вот мы народ, и мы спрашиваем вас вот о чём. Сделайте нам психологические курсы простейшие, чтобы мы начинали разбираться, что к чему. Ей, правда, там люди маститы и посоветовали поступать в институт, в университет, учиться 5 лет на психолога. Она сказала, что нет, нам нужно что-то сейчас. То есть люди бы разбирались, возможно, больше, если была бы больше психологическая грамотность, тем более, что это мировая практика. Не наша практика, но мировая практика, где существуют специальные, всё-таки простейшие курсы, простейшие объяснения. Людям легче было бы разбираться с информацией, если бы люди немножко лучше разбирались в лингвистических тонкостях, даже это не такие уж тонкости, они бы лучше понимали, что сейчас ими манипулируют. Люди бы лучше знали это. И, наверное, это дало бы им возможность на каком-то этапе лучше понимать, что белое, что чёрное, что серое, где сейчас к чему-то пытаются привлечь их внимание. То есть, наверное, это тоже был бы один из вариантов выходов, как людям строить своё собственное будущее, тем более. и, возможно, это помогло бы какие-то простейшие техники релаксации, медитации, расслабления, помогли бы людям легче преодолеть вот эту ситуацию, потому что, видите ли, когда страх, мозг так устроен, что когда человек боится, то мозг ищет решение, как выйти из страха и не думает. У него нет сил, как строить будущее. Он занят, и он не функционирует на строительство будущего. У меня вот какой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как губернатор, какими инструментами вы собираетесь достигать в Одессе миром? Вот смотрите, ошибка, вот я сегодня у вас уже на третьем эфире, воспринимать меня как губернатор. Как губернатор у меня нету совершенно полномочий давать команды или распоряжение правоохранительным органам, прокуратуре, судам. Я здесь нахожусь не как губернатор, а нахожусь как гражданин Украины, как человек, у которого бабушка по фамилии Жуховицкая Софья Яковлевна родилась в Одессе. Я здесь нахожусь как тот, который видел эту трагедию. И когда в студии сидят такие уважаемые люди, губернаторы, чиновники меняются, уходят, приходят, а уважаемые люди гордость Одессы остается. Поэтому я слушаю их и делаю для себя выводы. Что я собираюсь делать? Я собираюсь развеивать мифы, но не информацией, вот вы не правы в одном, информация не развеет миф, потому что информация бывает разная с разных источников. Миф развеивают факты. И приведу вам пример. Когда был на заседании группы, я встречался с родственниками погибших, вы были тогда, когда становится родитель и говорит, а вы знаете, не родитель, знакомый, мама не пришла убитого парня, пришла знакомый по площадке, вы знаете, там был найден труп, три выстрела в голову, и он был распят, как Иисус Христос возле Дома профсоюзов. Я вам говорю, вы о чем говорите? Вы же прекрасно знаете, что ни одного нету акта медицинской, судебно-медицинской экспертизы о том, что в Доме профсоюзов были люди, убитые от огнестрель, умершие от огнестрельных ранений. Мы не знаем, может, их сразу закопали. Я говорю, смотрите, вы же спокойно можете написать заявление на эксгумацию тела. Вы писали? Нет. Почему? Все, вопрос снялся. Провокация отходит, когда есть факт. Сегодня на Куликовом поле мы с утра пошли, положили цветы на место, где сначала убили Иванова на Преображенской, потом поехали на Куликово поле. Мы ложим цветы возле разукрашенного забора в жевтом лакитный колер. Сзади голоса. Циники, убийцы, чего вы сюда пришли? Можно повернуться, тихонечко уйти и останется миф мифом. Можно развернуться и выслушать. Я развернулся, спрашиваю, подхожу туда. Я говорю, извините, а чего вы считаете, что если я пришел, положил цветы на место гибели одесситов, я циник или в руны, или я делаю чего-то для пиара. Почему? Вот здесь были убиты сотни людей. Мужчина говорит дальше. Я говорю, в каком смысле? Вот убиты сотни. Я говорю, убито 48 человек 2 мая. 42 здесь и 6 в районе греческой помощи. Он говорит, да нет, там 150 трупов. И я ему говорю, уважаемые, в милиции нет ни одного заявления от родственников о пропавших людях 2 мая. Это факт. Значит, трупов больше нет. И диалог закончился. Мифы надо развивать фактами. И это как раз и будет лечить наше сознание. Это, конечно, в значительной степени влияет, но далеко не на всех. Есть люди, которые, услышав информацию, или, как вы говорите, факты, которые их не устраивают, они закрываются. Существует понятие когнитивного диссонанса. Человек найдет тысячу способов объяснить, почему то, что он услышал, и то, что не соответствует его взглядам, это неправда. И с такими людьми тоже необходимо находить общий язык. Обязательно. То есть, я говорю о том, что необходимо к различным типам аудиторий искать свой подход. Необходимо понимать их образ мыслей. Надо их слышать. Нужно понимать их образ мыслей для того, чтобы те факты, которые открыты, чтобы донести им в той форме, чтобы они свои фильтры сняли и услышали, чтобы смысл поменялся в сознании. Это достаточно сложно, но, тем не менее, это необходимо делать. Абсолютно точно. Конечно, факты, естественно, должны сохраняться. Спасибо огромное всем за обсуждение. Наверное, выражу огромную благодарность тем, кто создал такой фильм, потому что, как это не страшно признавать, но за год, целый год, не было создано ни одного продукта, который был бы противопоставлен вот этой пропагандистской машине соседнего государства. Опять же, хотела бы, чтобы мы все посмотрели опрос жителей Киева, которые нам предлагают свое компромиссное решение. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok